Вот девять-десять девушек придут в ЗАГС и спросишь, ты зачем выходишь замуж? Что они ответят? Да, совершенно правильно. Чтобы быть счастливой, девять из десяти. И только одна из них скажет, чтобы что? Быть замужем. Сделать счастливым его. Ну правильно, они знают ответ. Да, чтобы я выхожу замуж, чтобы сделать счастливым того человека, которого люблю. И она будет счастлива, одна из всех девушек, потому что она правильно понимает смысл жизни. Если я делаю счастливым хоть одного человека, который рядом находится, хоть одного, я останусь счастливым. Почему? Сейчас, минутку. Потому что люди, сообщающиеся сосуды, они общаются не словесно, а от сердца к сердцу. Помните этот эксперимент, сообщающиеся сосуды? По химии мы проходили, по физике. Эксперимент. Две чашки стоят, и между ними трубка. Я говорю, смотрите, как круто. Наливаешь в этот стакан воды, то есть в эту чашку воды полную, но через некоторое время она проседает, и у них на одном уровне вода становится. Сообщающиеся сосуды. Вот так и люди. Если в человеке счастье, он делится счастьем. Но в отличие от сосудов, жидкость не уменьшается, а в человеке свойство преумножения. Когда мы, как соощающиеся сосуды, я делаю счастье человека своего рядом, близко, он делает меня счастье, и наше счастье увеличивается, радость увеличивается. А если скорбь, есть еще тоже сострадание, такой навык, качество, дар данный Богом, сострадание, сочувствие, сопереживание. Когда я плохо моему родному человеку, близкому, я могу его утешить, чтобы он поделился со мной скорбью, и скорбь уменьшается. То есть скорбь, в беде, когда разделяю скорбь, она уменьшается, мы чувствуем поровну, но меньше, чем он один бы мучился. А в счастье, в радости это увеличивается. Сообщающиеся сосуды. Я хочу сказать, что лично для меня и для, наверное, по учению церкви, если мы другой цели, цель, самая главная одна, это спасение души. Других целей нету. Мы ради этого родились в мир, это глобальная цель для каждого человека. Спасти душу и попасть в Царствие Небесное. Все остальное есть средства. То, о чем вы говорите, называется не цель, а обязанности. Обязанность. То есть Бог вам дал обязанность, вот дал пятерых детей, это обязанность, вот вы спасаетесь детьми. Обязаны их содержать, вырастить. Для этого, папа, ты должен вкалывать на трех работах, или на двух, или на одной, ну вкалывать, зарабатывать, потому что они хотят кушать. Мама, ты должна там поменьше спать, поменьше отдыхать, побольше возиться с детьми. Или хитрее обучить старших, чтобы они занимались влашими. Я такое тоже видел. И уехать на Кмагон. Да, да. Чтобы они реализовали. Да, да, как педагоги гениальны. Я видел, что, да, у меня приезжали многодетные семьи, я люблю любоваться такие, там, где много-много детей, и старшие возятся с младшими, причем они там еще лучше, чем родители справляются. Мама где-то пожалеет, а брат не пожалеет, да? Но с любовью делать. Так что, это обязанности. Да, мы обязаны. Да, Бог даст и на детей, но мы спасаемся, собственно, чем? Чем спасаемся? А? Любовь. А? Любовью. Любовь нас спасает. А мы спасаемся? Жертвенность. Жертвенность, это, да, да, собственно говоря, но это внутреннее наше. А мы спасаемся чем? Внешне, внешне, что нас спасает? Какие? А? Служение. Скорби. Скорби. Человек, сказано Господь, говорит, что многими скорбьми надлежит войти вам в царствие бес. Не просто скорбьми, а многими, многими. Вот, поэтому, когда дитя капризничает, когда дитю нечего кушать, когда дитя там балуется, когда это, это что? Это скорби. И мы ими спасаемся. Когда нету детей, нападают какие-то грехи, какие-то болезни, какие-то еще что-то. Это что? Скорби. И мы ими спасаемся. Но спасаемся мы ими только в том случае, когда... В каком условии должно быть? А? Когда мы смиряемся, когда мы принимаем это все, да. Когда мы... То есть, это можно сравнить с примером, когда... Помните, когда сперва стоматологу привели? Я не дошла. Это именно вот этими событиями. Дает детей, дает... Болезни нам подает, попускает. Какие-то скорби. А мы бьемся, мы возмущаемся. Когда мы возмущаемся, когда мы ропщим, когда мы там гневаемся на эти все скорби, когда мы унываем, то это то же самое, как ребенок, который бьется в кресле стоматолога. Он вертится и только может себя поранить. Понимаете? Господь лечит. То есть, надо не биться, не унывать, не возмущаться, а принять то, что Господь нам подает, смиренно, кротко, и мы получим плод духовный. Мы увидим, ради чего это было. То есть, стараться, да? Скорбяйно спасаться. Субтитры создавал DimaTorzok